Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. «Живу во грехе, живу без венчания, так как супруг неверующий. Что делать?» Из этого вопроса не очень понятно, в каком статусе это сожительство. Если брак заключен, если в ЗАГСе вы расписаны, то вы не живете во грехе, тем более, когда у вас неверующий муж. Венчать вообще можно только двух людей, которые глубоко веруют. Даже если муж скажет, ну ладно, чтоб ты отстал, я пойду венчаться, я вот, например, как священник откажусь венчать таких людей. Потому что речь идет о строительстве малой церкви. Нельзя венчать, если оба неверующие. В таинстве венчания есть совершенно удивительный момент. Такой поразительный символ. Стоит посередине такой стол, скошенный называется аналой, на нем лежит Евангелие. Священник в левую руку берет крест, в правую соединенные руки мужа и жены новых, накрытый Петрахиле. И трижды обводит вокруг аналой с пением таких удивительных, очень красивых стихов. И это символ того, что единство, вечное единство, подобное единству Святой Троицы этих людей, зиждется и основано на том, что в этой книге написано. В Евангелии, которая лежит на аналой. Если муж ее не читал, эту книгу, если для него она не является фундаментом и мерилом всей жизни, как можно венчать? Нельзя венчать. Другое дело, что согласно слову апостола Павла из 7 главы послания Коринфянам, о том, что неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Вот, что если он не возражает против вашей веры, ваш неверующий муж, то вам нельзя его оставлять. Вам надо жить с ним, молиться и своим примером, своей христианской жизнью, своим сердцем обратить его к вере. Эта надежда очень большая, если вы будете жить по-настоящему, по-христиански. Конечно, свободная воля человека может и это отвергнуть, но надежда есть. Но если вы не расписаны, тогда, конечно, вы живете во грехе, потому что это не брак. Что такое, напомню, христианский брак? Христианский брак. Христианский брак – это заключенный по традициям того общества, в котором живет церковь, брак двух христиан, освященный таинством венчания. В чине обручения есть такое слово, удивительно такое предложение, такая молитва. Священник обращается к Господу и говорит, утверди, ежи у них глаголовное слово, ежи от тебе святым соединением. То есть, то слово, которое они сказали, а они встали в полный рост перед обществом, в котором живут, он и она и сказали, мы друг друга любим, хотим жить вместе, рожать, воспитывать детей и хранить верность друг к другу и войти в Царство Божие вместе. Если они верующие, они так говорят. Это слово, которое сказали люди перед народом. Это и есть заключение брака. А дальше, в таинстве венчания, мы просим утвердить это слово тем святым соединением, которое от Господа, которое человек создать не может. Вот эту благодать дать может только Господь. Вот этим отличается венчанный брак от невенчанного, но и то, и другой брак. Конечно, когда два христианина живут без венчания, это непонятно почему. Наверное, это уже грех, особенно если это люди, которые живут евристической жизнью, молятся, причащаются. Вот тогда непонятно, почему они не венчаны. Но если он еще не дорос до веры, то, наверное, надо просто молиться и ждать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.